Сегодня хотел бы вам рассказать о социальных программах в Соединенных Штатах по поддержке населения. Обычно пользуются тремя программами. Первая – это продуктовые карточки, EBT, Foodstamps или SNAP, как их еще называют. А вторая программа – это программа WIC, Women, Infants and Children's Apart, то есть поддержка для женщин, младенцев и детей. Ну и третья программа – это Tax Exam, это когда вы можете претендовать на покупки, не платя налогов. То есть заходите в магазин и не платите налогов, покупаете все по той цене, которая указана в магазине. Эта программа в основном для религиозных организаций, благотворительных организаций, организаций, которые занимаются обучением, то есть школы, детские садики. Давайте обо всем по порядку вам расскажу. Ну вот, начнем мы с EBT, SNAP или Foodstamps, как их еще называют. Это такие продуктовые карточки сейчас в штате Иллинойс. Если вы получаете на человека доход ниже 1771 доллара, то вы считаетесь бедным человеком. Вы можете претендовать на, собственно, это пособие и подать заявление на поддержку. То есть 1771 доллар на человек – это вы бедный, вы не можете себя обеспечить, вам будет помогать государство это делать. То есть обеспечивать вас едой. Ну, по сути, они дают такую карточку тому человеку, да, который идет просто в магазин. На карточке, как правило, больше 200 долларов в месяц. И он покупает, собственно, любые продукты, кроме алкоголя, за эти деньги. То есть это такой доход, который бы ему позволил выровнять до 2000 долларов в месяц. Фактически каждый месяц эта карточка пополняется. То же самое и с УИК продуктами для младенцев, детей и женщин. Ну, там есть один подводный камень очень хороший. Если вы не являетесь гражданином США, вы тоже можете претендовать на эту программу. Но с 2019 года президент Трамп сделал такой закон, по которому при подаче документов на гражданство вам могут отказать на этом основании, чтобы были абузы для общества. То есть пользовались этими программами. То есть по большому счету, если вы хотите стать гражданином, полноценным гражданином, вы должны быть донором, а не пользователем. Хотя мне тут знакомые рассказывали, они получили гринкар. Пошли получать эти фудстэмпы. Очень хорошее такое подспорье. Особенно те, кто работает за кэш. У них официал, допустим, 1771 доллар. Это он бедный человек. И, собственно, каждый месяц тебе дают на еду еще там долларов в 200. Но если вы, собственно, старше 60 лет или человек с нарушениями, допустим, инвалид, то ваш доход официальный может быть 2147 долларов. И тогда вы тоже считаетесь малообеспеченным и претендуете на эту программу. Собеседование приходит очень просто. Как мне рассказывали, просто по телефону. То есть человек был больной, он не мог прийти. Ну, имеется в виду старый, больной. Ему больше 60. Даже 62 ему было. И ему позвонили. Он прошел собеседование. И эту карточку прислали по почте буквально в течение месяца. Человек сейчас получает это пособие. Но если он выиграет лотерею больше 3000, если он получит какой-то доход, он должен обязательно сообщить об этом. И тогда за следующий месяц у него эта разница будет вычитаться. Вот. Потом еще человек может претендовать на помощь по оплате электричества, электроэнергии. В районе 50%. То есть ему это будет оплачиваться государством. Если человек, опять-таки, имеет маленький доход. Маленький доход на семью, на молодую семью, это 2000 из двух человек. 2396 долларов. На одного человека это 1771 доллар. Но, как я сказал, если вы старенький, то больше вам 60 лет, то 2147 долларов. И тогда вы можете претендовать на эти программы. Также, если вы являетесь членом религиозной организации либо членом благотворительной организации, то вы можете претендовать на налоговую скидку. То есть полностью вы заходите в магазин, даете свои координаты на кассе, либо продавцу, и вы не платите налогов. Абсолютно оплачиваете только полностью стоимость товара. Естественно, это не может быть товара роскоши. Допустим, золото, бриллианты, украшения. С этим, да, с этим проблема. Ну, что еще могу рассказать? Я очень часто вижу, когда люди используют эти программы, молодые семьи, weak. Соответственно, у них нет официального дохода высокого. Одиночки, старые люди, которым трудно работать. Они получают свою пенсию, которая, допустим, ниже 2147 долларов. И плюс им идет еще помощь государства по оплате электроэнергии и по фудстампам. На самом деле, это простая дебетная карточка, которая пополняет государство ежемесячно. Вот такие три программы, которые очень часто используются жителями, которые доступны. Причем чиновники в этих организациях очень вежливы, то есть делают все, чтобы вы получили, с вами корректно общаются, нету хамства. Такое ощущение, что человек хочет помочь, реально хочет помочь, когда общаешься с американскими чиновниками. Ты это ощущаешь. В том числе, кстати, с полицейскими. Вот чем мне еще нравится Америка, тем, что даже когда ты подаешь на социальную помощь, тебя не заваливают. Но напротив, как мне рассказывали, вот и знакомые пожилого возраста, и молодые, да. Они не смотрят на твоего гражданства, то есть ты можешь быть не гражданином США, ты можешь находиться тут легально. Это единственное условие. И тогда все в ваших руках. Спасибо за внимание.